С момента первого кругосветного путешествия Магеллана, на чем только люди не путешествовали вокруг Земли. На парусных судах, на воздушных шарах, на самолетах, на велосипедах, пешком, на мотоциклах, на атомных подводных лодках. Вот и до вертолетов очередь дошла. Поприветствуем отважных путешественников. Человек пытается подняться в небо с того самого дня, как ему удалось осознать себя разумным существом. История первых полетов неизбежно превращалась в историю падений, многочисленных и разнообразных. Летуны первопроходцы запускали в небо нелепые летательные аппараты. Вряд ли стоит рассказывать, чем эти опыты закончились. Их отважные последователи пытались сами взмыть ввысь с тем же результатом. И только сто лет назад испытателям удалось покорить небеса и закрепиться на высоте. Да и то, вплоть до 30-х годов прошлого века любые взлеты и приземления считались смертельно опасным делом. Для нас сегодняшних подъем в небо — обыденность. Способов тысячи. От традиционного полета до планирования в костюме Бэтмена или выброса из гигантской прощи. Впрочем, даже сейчас, в эру авиа и космостроения, инциденты в воздухе случаются регулярно. С парапланеристами, которых атакуют орлы, с дельтапланеристами, которые падают вместо того, чтобы взлетать, и с парашютистами, которые взлетают вместо того, чтобы приземляться. Но эти инциденты не меняют общий картин. Прогресс не остановить. Люди уже обжились в небесах и среди облаков чувствуют себя как дома, устанавливая один рекорд перелетов за другим. Для опытного пилота вертолет — это как машина мечты для автомобилиста. И друг, и член семьи, и предмет роскоши, и средство передвижения. Не верите? Посетите аэроклуб в подмосковном Буньково и сами в этом убедитесь. Совсем не пафосное название небольшого населенного пункта золотыми буквами вписано в историю отечественной авиации. Именно отсюда стартовали два экипажа вертолетчиков, которым удалось совершить первое в России кругосветное путешествие на винтокровых машинах. Для меня лично вертолет — это более надежная машина, потому что не требует дорогостоящих аэродромов, позволяет сесть на любую точку суши. Поэтому был выбран именно вертолет с целью безопасности, с целью более его практического применения. За 43 дня пилоты аэроклуба преодолели расстояние в 40 тысяч километров и пересекли все климатические зоны планеты, пролетев над четырьмя континентами и тремя океанами. В общей сложности экипажи пробыли в воздухе ни много ни мало 220 летных часов. Ну, в среднем мы преодолевали расстояние в среднем тысячи километров, где-то больше, где-то меньше. Это связано с тем, что мы себе и технике давали иногда передышку, сами отдыхали, мочать, осматривали, ремонтировали. Поэтому были перелеты в день по 600 километров и по 2000 километров. Участники перелета совершили свыше 200 посадок в самых живописных и труднодоступных уголках нашей планеты. Они побывали в норвежских фьордах и посетили уникальную долину гейзеров в Исландии. Совершали экстренные посадки на гигантский айсберг и спускались в ледяной каньон Гренландии. Мы знали, что мы сможем выполнить эту задачу. Плюс вертолет, на котором мы летели, обладает уникальными характеристиками. Это, пожалуй, единственный в мире вертолет, на котором можно совершить кругосветное путешествие и не вести с собой техническую команду по обслуживанию вертолета. Попутно участники экспедиции обновили несколько локальных достижений. В частности, перелетели Атлантический океан, преодолели 800-километровый участок водной поверхности, побывали на Аляске и в Сибирской тайге. Это адреналиновое приключение продолжалось без малого 44 дня и завершилось грандиозным триумфом российских вертолетчиков. Редактор субтитров А.Семкин